В чемпионате участвовали старшеклассники из общеобразовательных школ города. Всего 10 человек. Жюри оценивали технику чтения и артистизм. В течение трех раундов участникам было предложено, без подготовки за одну минуту, прочесть с выражением текст художественного произведения, поэзия, русская и зарубежная литература. Своё мастерство продемонстрировали как новички, так и уже опытные участники проекта. В прошлом году ты занял первое место. Да. Почему решил принять участие сегодня? Это мероприятие мне понравилось. Оно оставило светлый след у меня в памяти, и поэтому я решил попытать свои силы еще раз. За шесть лет проведения чемпионат по чтению вслух превратился в федеральный просветительский проект. На сегодняшний день он проводится в десяти территориях и объединяет около 50 тысяч старшеклассников, родителей, педагогов по всей стране. В каждом раунде участник выбирает произвольным образом книгу для прочтения страницы текста, которая указана закладкой. Все книги лежат обложками вниз, так что ни один из чтецов не знает о том, какая книга лежит на столе и какой отрывок из этой книги ему предстоит читать. В этом чемпионате я участвовала не первый раз, но впечатления каждый раз новые. Это и волнение, и интерес очень большой. Волнение, потому что ты не знаешь, что тебе попадется. Что бы ты посоветовал ребятам, которые никогда не принимали участие в подобных мероприятиях? Ну, принимать участие, потому что это пропаганда чтения среди подростков. Я считаю, что грамотные люди в нашей стране, это необходимо всегда. Я с удовольствием прихожу на эти мероприятия, и уже не первый раз. Очень интересно смотреть, насколько наши ребятишки много читают. А здесь же надо подумать, о чем текст, выдержать знаки припинания правильно. И за короткое время надо прочитать совершенно незнакомый текст. Вот этот конкурс, он настолько правильный. Может быть, вот этими конкурсами мы все-таки заставим наших детей читать, читать со смыслом правильно. В финале чемпионата участники прочли стихотворение Николая Гумилёвым, которому в этом году исполняется 135 лет со дня рождения. Все участники получили дипломы за второе место. Диплом победителя вручили ученицы девятого класса школы номер восемь Евгении Левкович. По результатам отборочного тура определились участники полуфинала, который будет проводиться 20 февраля в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи. В Кемерово поедут Евгения Левкович и Карина Кулебакина. Лейтенант переглядывается. Ей-богу, ребята, до точки уже дошли. Да что мы, мнутцы лейтенанты. Мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба.